Здравствуйте, уважаемые коллеги! В этом видео вы узнаете, как вам рассчитать потенциальную прибыль, что такое потенциальная прибыль, как мы ее считаем, зачем нам вообще это нужно, куда вы вообще пришли. В общем, оставайтесь на ленинге. Всех вас, наверное, учили, что ваш приказ должен быть в несколько раз меньше вашей потенциальной прибыли. Что это означает? Это означает, что если, например, вы зашли в позицию и получили стоп-приказ, он может равняться, например, 10 рублей. Но потенциал у этой сделки должен быть как минимум 30 рублей. Таким образом, нетрудно посчитать, что если вы, например, заработаете в этой сделке, то у вас вы как бы покроете три стоп-приказа. В целом, сказать, эта логика, она достаточно житейская, бытовая. Мы все вот ходим, например, на работу, кто-то из вас ходит на работу, вы получаете зарплату, допустим, 20 тысяч рублей, и из этих 20 тысяч рублей вы там гасите долги, и там туда-сюда, и что-то у вас остается. Что-то вы можете положить, так сказать, в себе в копилку. Но когда человек слышит о бинарных опционах, здесь у него логика немножко ломается. Он действительно убежден, что можно зарабатывать на бинарных опционах, да, когда у тебя расход, больше твои доходы. Но это отдельная история. Однако проблема у трейдеров случается в двух вариантах. Ну, в основном у моих студентов, которые, собственно говоря, ко мне обращаются по этому вопросу. Чаще всего обращаются по таким, смотрите, проблемам. Первая проблема – это когда человек уже умеет входить в сделку, но при этом он, так сказать, неправильно считает потенциал данной сделки. В итоге случается какое-то событие, допустим, здесь он зашел в покупку, и здесь где-нибудь, предположим, он с нее вышел. Ну, заработал один к трем, вообще все прекрасно. Но после этого случается небольшой откат, и цена прошла огромное количество пунктов. Смириться, как правило, с этим невозможно. На самом деле, постоянно гложет. Ну, вот нахер я там вышел, зачем я там, что мне, собственно говоря, это повело. Это первый сценарий, не первая ошибка. Второй сценарий, чаще всего, который прослеживается, это человек просто не заходит в сделку. Он посчитал, что, ага, вот до моего, собственно говоря, тэк профита здесь недостаточно, у меня получается, например, один к одному, я сюда не буду заходить. Ну, и как следствие, человек пропускает сделку, в итоге валютная пара, либо какой-нибудь фьючерс вырастает на огромное количество пунктов, и он опять сидит и думает, что я сейчас сюда не встал-то? Вот если себя вы нашли в одной из категорий, я вас торжественно поздравляю. Скорее всего, у вас с этим проблемой, поэтому смотрите внимательно то, о чем я вам сейчас буду говорить. Запишите, пожалуйста, себе в блокнотик, если вы конспектируете мое видео, а такие чудаки на самом деле присутствуют у меня на канале, и надо сказать, вы делаете абсолютно правильно, что мы никогда не знаем будущего. То есть мы не знаем, до каких величин дойдет ваш актив, да, дойдет ли он вообще до туда, что он там будет делать. Для нас это всегда фактор неизвестности. Иными словами, совершая здесь где-нибудь сделку на продажу, мы не знаем, дойдет ли актив до наших стоп-приказов хотелось, до стоп-приказов тоже мы не знаем, дойдет ли до наших профитов или не дойдет. Однако мы можем посчитать некий потенциал. Есть определенный постулат, который, в общем-то, достаточно сильно действует в рынке. Это рынок двигается от стопов к стопам, от объема к объемам, от уровня к уровню. Это примерно одно и то же. Понятное дело, что уровни, стопы и объемы это разные вещи. Но, в общем-то, есть места, где вот эти все моменты, они как бы сходятся во единую точку. И именно там трейдеры будут массово принимать торговые решения. Как следствие, как вы уже теперь догадываетесь, там, где трейдеры массово принимают торговые решения, там, вполне вероятно, будет вас ожидать определенный разворот. Что может служить такими точками? Ну, в первую очередь, конечно же, это ближайший крупный уровень. Иными словами, вот я сейчас выставил здесь определенный уровень. Кто-то из вас может, наверное, вы уже наслышались вот эту вот историю, что уровни на рынке не работают. Послушайте меня. У меня есть бесплатная лекция на эту тему. Как только вы ее посмотрите и научитесь правильно строить уровни, вы выбросите нахер вот эту вот дурь из головы и сразу поймете, что уровни довольно-таки неплохо работают. Причем уровень нас интересует не локально. Иными словами, допустим, мы здесь торгуем на 10 минутки, вам необходимо использовать часовик либо 15 минут, либо 30 минут. То есть, переходя на таймфрейм чуть-чуть повыше, вы уже поймаете себя на мысли, что, в общем-то, ваши цели стали гораздо-гораздо дальше. Но при этом мы не должны скатываться в шизофрению. Что я имею в виду? Это означает, что если, например, цена находится где-нибудь на данной точке, да, и ближайший крупный уровень у нас находится вот здесь, и вы понимаете, что в среднем цена, например, двигается вот такое количество пунктов, ну, предположим, да, вот такое количество пунктов. Но глупо ожидать цену где-нибудь вот здесь. Вполне вероятно, что она дотуда дойдет через несколько дней. Вы готовы ждать эти несколько дней? Если вы торгуете среднесрочно, готовы ждать ради бога. Если не готовы, то лучше данную сделку пропустить, либо поискать уровень тоже достаточно мощный, но чуть-чуть поближе к вашим целям. С тем расчетом, что цена дотуда дойдет. И это ключевой момент. Цена должна дотуда дойти. Ну вот, например, я выделил вот здесь достаточно крупный уровень. Но еще этот крупный уровень можно поставить вот здесь. Но при этом обратите внимание, я выделяю определенный диапазон. Уровень я вам поставил просто для примера. Определенный диапазон, где трейдеры будут массово принимать торговые решения. На вход позиций, либо на выход из позиций нас, по большому счету, здесь не интересует. Поскольку это все равно каким-то образом повлияет на рынок. Почему именно здесь? Поскольку данная область, она видна большинству. Вполне понятно, что здесь кто-то вполне вероятно находился в позициях. И после данной точки началось движение. И в общем-то, если мы дадим данный график моему коту, например, мой кот скажет, что вот здесь, братан, здесь есть четкий уровень. Вот соображайте из этой логики, чтобы это было видно большинству, если большинство видит данный уровень и говорит, что да, действительно, вот здесь мы имеем место, где цена постоянно отпрыгивает от данной точки или затормаживается на данной точке, то вполне вероятно, люди будут выставлять там свои стоп-приказы, будут заходить там, то есть там будет определенная движуха. И безусловно, если, например, вы зашли в позицию какую-нибудь, где-нибудь вот здесь, и вы видите, что рынок у вас потихонечку тухнет, вполне вероятно, цена от этого отскочит от этой области. Если вы не хотите здесь выходить, выйдите частями, ну, например, закройте здесь, ну, предположим, 40% своей позиции, остальное ставьте непосредственно в рынке. У меня есть отдельный ролик на канале, который называется «Как удерживать сделки», пожалуйста, его посмотрите, и там я затронул этот момент, момент с выходами. И теперь смотрите, я при вас выделил данные точки, данные области, и здесь вы могли брать пробой по треду. У нас есть движение вниз, мы пробили данный уровень, дали к нему откат, вспышка объемов, у нас появление хвоста, сужение диапазона, в общем, все звезды, что называется, сошлись. Где мы будем выставлять свой стоп-приказ? Логичнее его выставлять вот здесь, либо чуть повыше. Здесь он у нас примерно равен, ну, где-то 150 пунктов. Итак, смотрите, ближайшая цель у нас где-то в районе 500. 500 делим на 150, у нас получается сделка, у меня были проблемы с математикой, поэтому воспользуюсь с калькулятором, получается сделка как раз-таки 1 к 3. Если у нас не получается это сделать, мы тогда дойдем до данной точки. Здесь нужно приучить, понимаете, здесь у нас будет сделка 1 к 1,5 где-то, ну, 1 к 1. Здесь нужно приучить себя к тому, чтобы ждать. Не можете ждать по каким-то причинам, выходите частями. Единственный мой вам совет. То, в общем-то, потом в дальнейшем и произошло, и мы взяли это определенное движение, после чего произошел разворот. И вот пошли двигаться от уровня к уровню, как вы теперь понимаете. Двигаемся от одного диапазона к другому диапазону. Постоянно подобное происходит. Следующий параметр, то есть достаточно железобетона, и по каким-то причинам вы не можете, например, выставить эти уровни, все у вас на самом деле плохо. Как посчитать некоторую прибыль, да, потенциальную прибыль, докуда мы вообще в принципе ждем некой цены. У вас есть железобетонный параметр в рынке, это АТР, то есть средний ход. Предположим, торгуете вы внутри дня, без удержания позиций, и в среднем вот просто необходимо вот так вот рулеточку накинуть и посчитать, сколько вы проделываете путь. Ну и здесь у нас 500 пунктов, здесь у нас 200, то есть в среднем цена проделывает где-то 200 пунктов, здесь у нас тоже в районе 300, ну 370, здесь у нас 500. Этот параметр динамический, он постоянно меняется. Иногда он больше, иногда он меньше, но здесь в районе в общем-то 300, то есть иногда бывают вспышки до 600, но в среднем в основном 300, 300 мы двигаемся. Это означает, что предположим, в средний ход цены, да, ну предположим, цена прошла уже, ну где-то например, ну 100 пунктов, давайте 100 возьмем, чтобы проще было считать. У вас есть в запасе еще 200 пунктов. Как следствие, вы можете от определенной точки, где вы сейчас собираетесь заходить, отложить 200 пунктов. И это примерная величина, где вы можете выходить. Разумеется, если ваш стоп-приказ в районе, например, 100 пунктов, у вас сделка гипотетически 1 к 2. Если у вас стоп в размере 50 пунктов, у вас сделка гипотетически 1 к 4. В общем, таким вот методом тыка вы можете выбрать оптимальное для себя значение. Но я вас предупреждаю сразу, вот здесь вот будет соблазн, которому приучают Александр Михайлович и все, в общем-то, ладно, не будем. Есть большой соблазн услышать всевозможных людей, которые призывают выставлять короткие стопы по несколько пунктов, там 10 пунктов максимально, 50 пунктов, вот за уровень четко, там пункт выше уровня и так далее. Эта тема работает на фондовом рынке. На форексе, на срочном рынке, на фьючерсах это работать не будет. Скорее всего, у вас будет выбивать постоянно по стоп-приказу. Вы должны выставлять свой стоп-приказ там, где теряется логика входа. Иными словами, вот у вас есть какой-нибудь сигнал, вот, например, вы торгуете, значит, на откате и, например, при пробое вот данной области, данного максимума, вы понимаете, что сейчас уже сделки брать на продажу не имеет ни малейшего смысла. Вот там необходимо брать, ставить свой стоп-приказ. Но не выставлять его математически. Будете выставлять математически, а соблазн будет, поскольку вы видите, что у вас есть определенное движение, видите, что у вас есть потенциал, но этого потенциала мало. Что нужно сделать? Правильно, сделать меньше стоп-приказ. В итоге вас выбивают по стоп-приказу, в сделку вы так и не заходите в конечном итоге, вы выходите, закрываете день в убыток. Поэтому не делайте так. Лучше лишний раз пропустить сделку, воспользоваться другим каким-нибудь инструментом. Да бог с ним, рынок каждый день дает определенные условия для заработка. Каждый день есть определенные условия. Не на этом активе, на другом активе. Бывают такие ситуации, когда ты месяц по одному активу не можешь зайти в рынок. Это абсолютно нормальный процесс. Не пытайтесь торговать все на свете. Вот это самая страшная привычка торговать постоянно. Все на свете. Вы должны быть, как я не знаю, у меня не с чем даже сравнить. Вы должны мастерски присматриваться к этой сделке. Должно сойтись все. Вот когда все сошлось, эта сделка будет самая идеальная и самая удачная у вас. Когда вы там поступили, ну тут я небольшой стоп-приказ, а вот тут вот у меня, допустим, ни один к полутора, ни один к трем, ну, всегда будут возникать проблемы. Если мы говорим в целом о нашем математическом ожидании, да, какие сделки мы берем, один к трем и так далее. Я не знаю, откуда пошла эта привычка говорить про один к трем. Мною замечено. В основном вот сделки с потенциальной прибылью меньше 1,8, ну, как-нибудь вот так. Ну, предположим, сделка у вас со стоп-приказом 100 пунктов. Вот 180 прибыль, еще более-менее, понимаете? Но если мы говорим ниже, то, в общем-то, не очень хорошо. Не очень хорошо. Но помните, чем больше, тем лучше. Когда я записывал видео, значит, свою торговлю, у меня были сделки 1 к 12. Вот эта сделка, которая открывается 1 к 12, понимаете, она не планировалась изначально такой. Она планируется только как сделка с высоким математическим ожиданием. В последующем вы сможете находить такие сделки. И вспомните, не старайтесь выходить сразу. Если вы, например, нашли гипотетическую точку, где вы собираетесь выходить, предположим, ну, вот здесь где-нибудь зашли, а вот тут у вас крупный уровень. Если у вас, вы располагаете временем, если у вас все прекрасно, да, вы уже по этой сделке заработали, скиньте большую часть объемов, оставьте немножко в рынке. Поскольку иногда бывает, что рынок дальше проделывает свой путь, даже на следующий день. Оставьте немножко. Ну, понятное дело, включайте голову. Все равно здесь выставление стоп-приказов обязательно, потому что если рынок, допустим, развернется в вашу область, чтобы вы много не потеряли. Поскольку, опять-таки, вспоминайте то, с чего я начал этот ролик. Мы не бабы ванги. Мы не знаем, рынок развернется на следующем уровне. Не развернется на следующем уровне. И к этому нужно быть готовым. Надеюсь, я был вам полезен в этом ролике. Всем удачи, зарабатывайте, подписывайтесь на канал.